В Морил началась реализация проекта по оптимизации системы расчетов за услуги ЖКХ. В качестве пилотного города выбрана Ешкар-Ала, где постепенно будет внедряться один платежный документ за все услуги ЖКХ. На базе городского комитета по расчетам и платежам уже создан единый расчетный центр на территории Республики Морил. По словам специалистов, подобная система расчетов уже показала свою эффективность в нескольких российских регионах. Полнота сборов за потребляемые услуги в них превысила 90%, поскольку жителям стало удобнее оплачивать коммуналку. Разработать один платежный документ сразу на все коммунальные услуги. Такая задача стоит перед созданным единым расчетным центром на территории Морил. Пока в квитанции две привычные строчки – содержание и ремонт жилья, а также уборка мест общего пользования. В ноябре за октябрь их получила первая тысяча потребителей. Это жители восьми многоквартирных домов Ешкар-Алы, расположенные преимущественно в центре города. С декабря месяца отключим отопление и горячее водоснабжение в эти же квитанции. С января планируем в декабрьскую квитанцию вставить холодное водоснабжение и водоотведение, и газоснабжение, и электроснабжение. Ведутся переговоры с ресурсоснабжающими организациями. По планам уже с весны 2015-го ишкаролинцы будут получать не четыре, как сейчас, а одну квитанцию, в которой будут указаны все услуги ЖКХ. Это более 100 тысяч лицевых счетов потребителей. Следом, единый платежный документ планируют запустить в Оршанском, Медведевском и Советском районах, а после и по всей республике. Самое главное, это можно будет достичь прозрачность прохождения данных денег. И ресурсоснабжающие организации будут знать уже, если поступил платеж, значит, он действительно уже отражается на лицевом счете. Кроме того, направлено все это для того, чтобы непосредственно уменьшить все эти комиссионные, которые раньше брали на себя и тот же комитет по расчетам и платежам, и ресурсоснабжающие организации, чтобы это уже кратно уменьшить. Партнером администрации ишкаролы и правительством РЕЛ по внедрению единого платежного документа на территории республики выступил Сбербанк России. Захватив одну квитанцию, за все услуги ЖКХ сразу можно будет заплатить как по старинке в отделениях банков или почты России, так и с помощью терминалов, банкоматов, через интернет, воспользовавшись сервисом онлайн-платежи системы Сбербанк Онлайн или даже с помощью своего мобильного телефона. Передают единому расчетному центру и полномочия по приему заявлений на выдачу универсальных электронных карт. В планах разработка в МРИЛ регионального приложения, с запуском которого УЭК можно будет возить с собой как проездной билет в общественном транспорте. Субтитры создавал DimaTorzok